Музыка Один провода вышел 10 метров до пешехода Простите На вас Да Да Хорошо Для чего? На самом деле можно и паспорт, но паспорт для себя не брал В смысле? Встановление особо? Не, вы сказали для чего? Для установления особо Особо удостоверять чем? Паспорт, пенсионные, водитель И так далее Какой вы у нас наем предоставляете? Во-первых А вы ей предоставляете? Так я ей предоставляю Вам я буду только вот так предоставлять А вы не имеете права мне предоставлять? Вы не имеете права мне так свое удостоверение предоставлять Я имею права наказать Ладно А вот вы сейчас лицо при исполнении А здесь мои личные данные Там ваших личных данных нету Вы сейчас Вот здесь Здесь Моя имя, фамилия Обратитесь к этому подругу Здесь Только публичные Хорошо Про письки нет В других документах Вы не имеете права Вы не снимаете эти документы Прекрасно Вы мне пожалуйста скажите В каком цирковом училище набирают вот этих клоунов? Я вот серьезно без смеха Может мы просто с вами Обратимся в это цирковое училище Официально Да с заявлением И попросим Чтобы в их курс обучения Включили такой предмет Как правоведение Так не Вообще не вопрос снимать Ну только вы не имеете права Потому что закон запрещает Персональные данные Записывает на бумажечки На каких-то своих целях Вы их можете А вы вообще законы читаете? Прекрасно Страховый полис У вас есть и дорог还 У нас случай ДТП? Нет А в каких-то случаях Вы должны его запрашивать? Свере? Да Горазоловый справа Горазоловый справа Горазоловый справа У нас сейчас страховой случай? Нет Для страховойusta ДТП Для страховой Что? Чтооо? Ещё и полис туда же говорит Он говорит, что он мне нужен для рассмотрения дела. Как она будет использовать полис во время рассмотрения дела? Это кто-то может объяснить или нет? Ей полис вообще не нужен для рассмотрения дела, это во-первых. И проверять она его в данном случае не имеет права, это во-вторых. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что дальше? Продолжение следует... Кодекс Украины по административным правопорушениям. Зараз в нашем месте будем наблюдать эту справу. Продолжение следует... Как кого? Водитель, я не могу так сказать. Водитель, это кто? Ну, хоккейная машина. Смешки? А в чем? Вы правильно сказали. Вы скажете, чего так сталося, что машина... Ей стадия в розгляде справы. Просто розгляд справы. Просто розгляд справы. В машине кого? Будет исход событий, правильно? Это уже будет инше. Разгляд справы. Вас, как водяя. Как водяя, правильно. Я водитель? Как властник автомобиля. У нас есть такое, что если я дал девушке или брату, или сестре кому-то ключи, она припарковалась с нарушением, потом я прихожу как собственник и будет рассматриваться вид для меня справа, для меня как властника. И в этом самом моменте мы сталкиваемся с очень интересным вопросом, а именно с теми изменениями, которые были внесены в 2015 году в КупАП. Это статья 14 с циферкой 2. Автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения. Но самое интересное здесь вот в чем. Если же происходит автоматическая фиксация, в том числе при помощи фото, видео и техники, то процедура другая. Документы никто не проверяет ни у кого. Они должны зафиксировать, что автомобиль стоит с нарушением, с привязкой к местности, не менее двух фотографий, чтобы было видно, что именно нарушается. В данном случае автомобиль не под знаком стоял, а ближе 10 метров к пешеходному переходу. То есть все это нужно было зафиксировать и, как гласит статья 14 с циферкой 2, составить постановление на собственника автомобиля. Но зачем тогда весь этот цирк? Вот непонятно. Я вот законодателей прошу, не придумывайте больше никакие новые процедуры для полицейских. Потому что раньше у них была одна процедура и они с ней не могли справиться. Потом им придумали, ну как бы типа упростили процедуру в плане автофиксации. Теперь у них две процедуры, они теперь не могут с двумя процедурами справиться и пытаются их еще испутать одну с другой. Но, что самое интересное, если уже вопрос пошел о рассмотрении дела вот в классическом понимании, не при помощи средств автоматической фиксации, то получается, что процедура должна быть полной, которая также предусматривает не только проверку документов, но и установление лица, которое совершило данное административное правонарушение. И в данном случае постановление должно выноситься не на собственника, а на лицо, которое совершило админправонарушение. То есть тот человек, который поставил автомобиль именно в том месте. Я знаю, кто ставит тут авто. Ну я вам уже заявил. Может, вы меня сейчас брешите? Ну, может. А может, вы меня сейчас брешите? Это тоже репетит, препятание нашего. То есть, сейчас мы уже выносим постановление, без доказательств. Хорошо, доказательств. 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 Кто правопорушивает? Вы. Я. На количестве на его. Вообще-то, это все, что, на налажение доказывает? Нет? Нет. Ой, Саша, помогай еще раз. Это пи***ц. Вообще-то, это все, что, на налажение доказывает? Нет? То есть, теперь этот человек уже заявляет, что я не. Вообще, что я должен доказать, собственно, не вину. Ну, а ты говоришь по виновности? Какая-то статья еще на подтверждаться, мы знаем. А вообще, знаете, 8 раз пункт 3. Понятно. Хорошо. Вы его не выполнили. Прекрасно. Я с вами не буду общаться. Вас в автомобиле. Вы пропаркували туда? Нет. Выказица. Я не должен проказать? Не должен? Нет. Это буду и выказать. Я буду рассматривать дело в отношении вас. Ну, окей. Пусть она рассматривает дело в отношении... Ну, вот, решила она, что вот это лицо, да, должно быть лицом, которое привлекается к админответственности. Но в таком случае, я повторяюсь, она должна была бы установить, кто совершил админправонарушение, кто поставил сюда автомобиль. И результатом такого рассмотрения должно было быть закрытие дела в связи с отсутствием состава админправонарушения от конкретного данного лица. Потому что нет доказательств того, что именно он туда поставил автомобиль. Прекрасно. То есть, вы в нарушении... То есть, я буду доказывать, что я еще не виноват? Да. Это вы должны доказывать, что я виноват? Не виноват. Вы не должны? То есть, вы не должны доказывать, показывать у знакомых... В административном правонарушении нет. Это в криминальном. А вы знаете, что уже... А в административном нет презумпции невиновности. Вы серьезно? Нет, говорит, презумпции невиновности. Ну, вот, пять лет на смарку, ну, четыре, да, четыре года на смарку. сотни, наверное, миллионов, я не знаю, миллиардов каких-то гривен на смарку, на обучение вот этих вот клоунов. А статью 9 Купаб прочитать чего-то никто не удосужился. А там написано, что административным правонарушением является противоправное и виновное деяние. То есть вина должна быть, понимаете, вина. А там, где есть вина, там есть и презумпция невиновности. Ну, как бы, логично. Серьезно. Да, то есть вы можете с кого угодно сказать, вы нарушили? Нет. Нет, слушай, это хорошие кадры, мне нравится. Вы, я угадаю на автор, который находится в поручении правил дорожного руха, мы имеем повновачение класть на вас постанову для частины 1 статей 122. Легу, вы можете оскарживать, так как вы с нами не згоден, 10-дневный термин. Секундочку. Хорошо. Если у вас нет понимания статей, давайте, 122-я и 122-я. Правильно? Первый. 6-4. Стосовно пробу, буду распределяться. Слышится дорога. Слышится. Так, перевышение остановок, обмежение слиптики. Рухи транспортизации делишек на 20 км на годину, порушение в омой дорожных знаков, это разминка, при помощи на перевозине, тягнуть за собой, порушение права проезда, перекрест, перестывание, пол, полечный, тягнуть за собой. Это просто описывается, что и сколько тянет. Не, назовите, то, что вы говорите, что меня, как властника автомобиля, вы будете притягивать на основании чего-то. И вот тут вот человек читает статью 122-ю, но там много написано, и, видимо, он не дочитал до конца, а в конце как раз самым последним абзацом и указано, что субъектом правонарушения по данной статье является лицо, которое управляло транспортным средством в момент нарушения. То есть, кто поставил, тот и нарушитель. А его пытались установить, этого нарушителя? Ну да, они попытались, сказали, кто это? Статья 63. Ну все, других данных нет, значит, не установили лицо, которое совершило админ правонарушение. И, как я уже говорил, результатом должно было быть закрытие дела об админ правонарушении. Хотя, как они это сделают, если у них даже бланков нету соответствующих? Ну что, вы находитесь, вот не отходитесь, нарушениях, вы его выполнили. Власне. Учинили. Да. Для того, чтобы устранить правонарушение, сделанное от другой особи. А я считаю, что вы тут выполнили. А где ваших доказательств? Доказ. А я не должен вам доказать. Я считаю, что вы, например, за власное переконание вы оцениваете доказы. Доказы, я вам не верю, что вы не ставили этот доказ. Кого вы не подпеляете? Ваши доказы. Я вам еще не подавал как доказ. Я вам даже кодотайсно заявлял. Ваши згідно 268 статей вы можете ознайомлюваться с материалами справа. Хорошо, ознайомлюваться с материалами справа. Я маю ознайомлюваться. мови на какие-то спилку и скористоватись послугами перекладача. Правовой безоплатной допомогой. с доказами. С материалами справа. Будете в постанове указывать материалы справа и потом постанова будет самым материалом справа. То есть вы будете фабриковать материалы во время рассмотрения дела. Я вас не спрашиваю. Смотрите. Административная постанова выносится и в ней описывается все материалы справа. Я зараз запитываю какие у вас есть материалы справа. Вы скажете что у вас их нет и они будут и с у вас суть правопорушения. Я еще не начинала пробивать постановку. Суть вашего правопорушения. Я говорю вы можете надавать доходы, пояснение, вы можете написать пояснение на правом я отриману. хотите надавать доходы пояснение будут не давать. Что не выставили туда кто я вам усно уже подал. Вы каким чином вы отхилилили они не отхиляются они прикрепляются до справа а решение по справе уже выносится. как я прикреплю ваше пояснение что мне ставили автомобиль до постановки как я прикреплю вас не может так он сейчас снимает вы мне попередили при съемке попередили в смысле спустя 10 минут 40 статью вы меня и через 15 минут она сообщает человеку что производится видеофиксация получается что до этого она вела скрытую видеофиксацию видеофиксация